Всем привет! Сегодня у нас продолжение истории от подписчицы. Я оставлю обязательно под видео ссылку на историю, которая была опубликована больше года назад. И мы с вами давали рекомендации, советы девушке, но она поступила немножко по-другому. Сейчас вы узнаете, как закончилась ее история, и она очень просила ее опубликовать, чтобы это было уроком для остальных людей, для вас в частности. Давайте приступим. Можете остановить на паузу, нажать, открыть в новом окошке предыдущий ролик по ссылке под видео, посмотреть его, а сейчас о том, как эта история продолжилась и закончилась. Давайте приступим. Здравствуйте, Галя. Я вам уже отправляла свою историю, по которой вы сняли видео, и, к сожалению, после выпуска этого видео я так и не смогла принять решение о расставании. Я нашла нормальную работу и стала быстро продвигаться по карьере. За один год у меня было два повышения. После этого мой парень стал меня уважать и, наконец-то, прислушиваться к моему мнению, восхищался моими успехами. Наши отношения наладились. В январе 2022 года мы приняли решение пожениться в его родной стране. Я не смогла забрать своего домашнего питомца, к тому же я взяла с собой рабочий ноутбук, чтобы иметь возможность удаленно работать, который мне нужно было вернуть. Поэтому мы взяли мне обратный билет в Россию на начало сентября. Итак, в апреле 2022 года мы прилетели в его родную страну. Его семья меня радужно встретила. Поначалу мне было дискомфортно находиться рядом с моим женихом. Я как-то от него отвыкла. Но через пару дней я привыкла. У меня сразу же выскочил фурунку в ухе, и целую неделю я мучилась от боли. Мой жених заботился обо мне. Носился как с ребенком. Мы стали говорить о свадьбе, готовиться с ней. Сразу же, как я приехала, так как юрист посоветовал нам не затягивать с браком. Меня очень насторожило то, что свадьбу оплачивали его родители, даже мои кольца, в том числе помолочные. Они все это взяли в рассрочку. Вторым звоночком стало то, что мне не дали местные деньги. Сказали, ой, ну что тебе надо купить? Скажи, мы тебе все купим. Я начала испытывать некий дискомфорт. И как-то так получилось, что я никогда не выходила из дома одна. Мы всегда выходили из дома как минимум вдвоем. Я хотела выходить утром на пробежку, например. Но мне порекомендовали этого не делать. В парке, в котором я хотела бегать, ошиваются наркоманы, как мне сказали. Все, в общем, смутные личности. В итоге я почувствовала себя как в клетке. И вот когда я поделилась этими чувствами с женихом, он вдруг начал меня во всем винить. Что я много жалуюсь. Я не ценю того, что обо мне заботятся. И что я вообще-то негативно на все настроена. Вскоре после свадьбы я узнала, что муж переписывался и флиртовал с какой-то девушкой. Она высылала ему эротические фотографии. Он отвечал ей сдержанно. Но так, чтобы она продолжала ему писать. Он никогда не писал ей первым. Никогда ей не писал, что у нее есть невеста. И никогда не писал, давай-ка закончим общение. Они продолжали переписываться даже тогда, когда я уже прилетела в его страну для свадьбы. Он перестал отвечать на сообщения за 10 дней до нашей свадьбы, даже не кинув ее в блог. Я была в шоке. Я стала задавать ему вопросы. Он реагировал очень странно. Сказал, что в переписке ничего такого нет. Что я просто супер ревнивая. Устраиваю сцены перед его сестрами. Позорю его. В этот момент нашей ссоры рядом были две кузины. В общем, он скинул всю вину на меня. Из-за этого я начала истерить. И вроде бы даже дала ему пощечину. А он в ответ мне залепила плюху. Его сестры испугались и стали пытаться нас успокоить. В дальнейшем он извинился за это общение с девушкой. Он никогда не извинялся за то, что в тот день поднял на меня руку. И когда об этой ситуации узнали его родители и решили с ним поговорить, он опять все перекинул всю вину на меня, разозлился. И вообще сказала мне потом, что у него теперь проблемы с его семьей из-за меня. Далее ситуация развивалась еще хуже и хуже. Человек мог внезапно раздуть скандал из ничего. Не так посмотрела, не то сделала. Также он стал меня очень жестко контролировать. Доходило до того, что он указывал мне сколько раз носить вещь перед тем, как ее постирать. Конечно же, я пыталась отстаивать свои границы, но я заметила, что в таком случае он ведет ее себя еще более агрессивно. Начались грубые хватания за руки. Тинания и швыряния моих вещей. Я старалась избегать конфликтов, понимая, что человек становится только злее, когда я ему говорю нет или отвечаю. Защищать свои границы уже было поздно. Я осознала, что у человека отсутствует вообще эмпатия. И когда я плакала, он не пытался меня успокоить или остановить ссору. Нет, он начинал на меня злиться еще сильнее. Во время ссор он агрессивно водил машину, хотя знал, что я была в аварии, жутко боюсь быстрой езды. Однажды я пригрозила, что расскажу его родителям о моем поведении. И в тот момент он выбил у меня из рук кофе. Я пошла к его родителям и сказала, что я не хочу продолжать этот брак. Но они от меня отмахнулись и для виду поругали в кавычках мужа, который даже не отрицал своего поведения, а просто перекидывал, как всегда, всю вину на меня. В итоге я решила сделать так. Всеми правдами и неправдами дотерпеть до сентября, чтобы спокойно улететь домой, будучи у себя в стране, уже сообщить ему о разрыве отношений. Я понимала, что это все абьюз, который, к тому же, прогрессирует крайне быстро. Я просто надеялась, что мне удастся уехать до того, как меня начнут бить. Я пыталась применить технику серый камень, но это не помогло. Я как-нибудь видео вам потом, если хотите, напишите в комментариях про технику серый камень. Я вам расскажу отдельно, я сниму. Это техника для всяких психопатов, манипуляторов, агрессивных людей. Не очень, назовем так, здоровых в этом плане. Если надо, напишите в комментариях. Периоды между его всплесками сокращались. В итоге, в какой-то из дней я не смогла сдержаться, мы поссорились, и он на меня замахнулся. Я опять в диком шоке побежала к его родителям, умоляла их обменять билеты, говорила, что я боюсь их сына, обещала найти способ перевезти им деньги потом. Как вы понимаете, я опять получила отказ. Нельзя разрушать брак. Вы нас уже достали своими ссорами. Вы ссоритесь, как маленькие дети. И в итоге, понимаете, я опять получила отказ. Я начала искать способы уехать. Муж понял, что я настроена серьезно. Он начал спрашивать, точно ли я хочу от него уйти, разве я его совсем не люблю. Я хотела ответить, что моя любовь уже закончилась, но почему-то я ему тогда сказала, да-да, конечно же, люблю. А это вы знаете, когда вы применяли технику серой камней, это же оно, прикидываться серым камнем, да, безэмоционально реагировать. А вы это сделаете, скорее всего, автоматически. Это инстинкт самосохранения. Тогда он совершенно спокойным тоном мне сказал, если ты уйдешь от меня, я убью тебя, а потом и себя. Мне пофиг на последствия. Я включила актрису, обняла его, начала целовать, заверять, что куда же я от тебя уйду. Я ведь так тебя люблю, что жизнь не представляю без тебя. После этого он опять стал паенькой. Но уже через неделю после угрозы убийством он опять начал искать причины для скандала. Я делала все, чтобы не поддаваться на его провокации, не давать реакцию, но он не останавливался. Однажды утром мама мужа, родители были в соседнем доме, они жили в соседнем доме, сделала мне кофе. Мужа это жутко разозлило, потому что он всегда готовил мне завтрак и кофе. Я работала и попросила его уйти, потому что мне некогда с ним ругаться. В итоге он просто стоял и смотрел на меня со злым выражением лица минут пять. Вот просто стоял и смотрел. Мне было так жутко, мой инстинкт самосохранения просто орал внутри меня. Опасность, опасность, надо бежать. Когда он ушел, я зашла в группу в Телеграме, где переписывались русскоязычные люди, живущие в том городе. Отправила туда сообщение с мольбой о помощи. Одна девушка попросила выслать ей мою геолокацию и сказала, что приедет через час. Я понимала, что у меня нет абсолютно никакой возможности собрать вещи, ведь если муж что-то заметит, я даже не представляю, на что он способен. Напомню, что он приехал в отпуск и не работал, поэтому все время находился дома. Я обычно работала на кухне рядом с выходом. Там всегда была маленькая дамская сумочка. Я запихнула туда два паспорта, зарядные от ноутбука, положила телефон, надела кроссовки, так как иногда я прыгала прямо внутри дома. Потолки были высокими, ну, в смысле, спортом занималась. Поэтому я могла объяснить, если что, почему я надела обувь. Сидела и делала вид, что работаю. Муж обычно проводил время в спальне, поэтому я надеялась, что даже если он и вернется в дом, я просто подожду, пока он уйдет в другую комнату, сядет в интернете, а потом просто сбегу. Девушка написала, что она подъехала. Я схватила сумочку и ноутбук, бежала на улицу и буквально запрыгнула в машину. Выключила все свои телефоны, на всякий случай их не включала. Я провела два дня у ребят, которые меня забрали. Они помогли мне обменять даты вылета, там нужно было доплатить. Дали мне деньги на то, чтобы я сняла отели за долгой пересадки между рейсами. Я им перевела деньги в российских рублях. Хорошо, что был доступ к моим российским картам. Также они согласились довезти меня до аэропорта и побыть со мной до тех пор, пока я не пройду паспортный контроль. В аэропорту, к сожалению, я встретила своего мужа, которому пришло уведомление о смене даты вылета. Он хватал меня за руки, кидался на колени, просил забрать мои вещи, поговорить с его матерью. Но мне было жутко страшно, поэтому я отказалась вообще что-либо у него забирать. Вот так я сбежала от мужа в домашней одежде, абсолютно без вещей. Мне очень повезло, что нашлись люди, которые мне помогли. Мне повезло, что у меня были деньги. Да, российские рубли, но все равно это сыграло свою роль. Я приехала, сходила к психиатру, мне выписали успокоительные препараты. Сейчас я продолжаю работать, покупаю себе вещи и стараюсь прийти в себя. Каким-то образом родственники мужа узнали о моем побеге и начали мне писать. Самыми первыми мне отписались двоюродные сестры моего мужа, те самые, которые видели ситуацию нашего конфликта. Когда я увидела его переписку с другой девушкой, он меня ударил. Они мне сообщили, что почему-то мой муж и его родители рассказывают всем родственникам, что я не собираюсь возвращаться в Россию. Я собираюсь обратно, что я собираюсь напрямую из России ехать в Канаду вместе с мужем. Что я собираюсь бросить мою работу, ищу способы, как мне перевезти моего домашнего питомца напрямую в Канаду. Меня просто шокировала эта информация. Вот что у этих людей в голове, зачем они врали, что они вообще планировали. Сейчас я в России в безопасности чувствую себя намного лучше. С мужем и его родителями, конечно, полный неконтакт. Я счастлива, что я жива и здорова. Очень жалею о том, что не прислушалась ни к своей интуиции, ни к советам людей. Ни к вашим советам тоже. Я хочу, чтобы кто-то послушал и не закрывал глаза, когда есть какие-то сомнения по поводу конкретного человека. Я хочу дополнить то, что с момента, как я нашла работу, отношение жениха кардинально ко мне изменилось. Он перестал на меня давить, начал относиться ко мне в кавычках с уважением. Поэтому я и решилась тогда на брак. Я думала, ну, что человек изменился. А оказалось, он просто притих на целый год, восклицательный знак. Даже в кошмарном сне я не представляла, что попаду в такую опасную ситуацию. Поэтому, может быть, для кого-то моя история будет поучительной. Она научит не игнорировать красные флаги и понять, что люди не меняются. Смотрите, про люди не меняются. Люди меняются, если только в одном случае, если они этого сами хотят. Они не меняются, если вы их пытаетесь переделать, заставить, какие-то условия, ультиматумы ставите. То есть, если искренний человек хочет, он поменяется. Относительно вашего бывшего, назовем так, супруга, почему не надо было ждать перемен? Ну, тут проблемы, скорее всего, психиатрия, что-то в этом плане. Там очень красочно это описано, его поведение. Я не психиатр диагнозов не ставлю, но если вы хотите, вы можете почитать просто терминологию различную. Там все, в принципе, понятно. Такой человек с особенностями, назовем так. И не каждая вообще бы женщина, девушка могла бы и может быть рядом с ним, скорее всего. По поводу его родителей. Почему они так поступают, врут остальным людям, что на самом деле вы никуда не сбежали. Просто уехали домой, как планировали. И он поедет обратно в Канаду жить, и вы там с ним воссоедините. Все у вас, типа, круто. Они будут продолжать врать. Для родственников, наверное, это вообще очень долго будет скрываться кресло годами. Никто не будет знать, что там разведен, вообще ничего произошло. Ну, потому что семья такая. Ну, наверное, дело в том, что семья восточная. Не факт, что он там религиозный или еще как-то. Но у них, да, важно, что люди скажут, как они объяснят ситуацию. Конечно, они не хотят выставлять сына в проигрыше. Что, я не знаю, это о проблемах своего, конечно же, ребенка. И они не могут признать, что у него проблемы публично, правильно? Будут вопросов очень много. Я думаю, близкие родственники все равно все в курсе. Возможно, вы не первая девушка, которая от него сбегала. Ну, не прямо уж на глазах у родственников. Ну, в общем, они знают, что, допустим, они подозревают, что либо они знают, что какое-то заболевание есть психическое, да. Либо они знают прекрасно, что у него трудный характер. Ну, обычно это люди объясняют трудным характером, тяжелым. Или объясняют проблемами. Вот девушки не такие, все такие плохие, а он такой хороший, у него ни с кем ничего не получается и так далее. В общем, когда у человека какой-то пунктик есть. Но на самом деле отсутствие эмпатии, склонность к садизму, угрозы, вот его поведение, как он мог зависать на пять минут за злым взглядом, вся история прочая. Опасный тип, скажем так, да. Я очень рада, искренне, что у вас это закончилось таким образом, что вы, как вы сказали, стала цела, здорова, хотя бы там, без каких-то физических повреждений, если так это можно описать. Я очень этому рада. Оделались малой кровью. Хорошо, что у вас были деньги. И девочки, для тех, кто вообще что-то подобное, и про абьюзы, и про все, вот вам история, как может закончиться. Пример того, что порой, если вы мне пишете историю, надо прислушиваться к советам людей, девушка жалеет о том, что она не поступила так, как нам не прислушалась. Пусть для вас это будет для кого-то науку. У меня есть письма, когда девушки написали историю через полгода, через год, пишут еще повторно, просят. Они не решают ситуацию, они не доходят, скажем так, до вот этого дна, от которого надо оттолкнуться. Они продолжают и ждут, что им будут помогать. Девочки, никто помогать не будет. Пока ты кричишь «волки, волки», люди учатся тому, что волки, а их нет, помогать перестают. Так что все-таки есть резон, смысл снимать эти видео, говорить об этом в эфире. Для кого-то это будет примером и наукой на будущее. Я желаю, чтобы подобных историй было гораздо меньше. А из всего общего, вообще предыдущего видео о девушке истории и сейчас, как это закончилось, у меня один большой вывод есть, к чему вы должны прислушиваться, к своей интуиции, делать так, как вы хотите и не закрывать глаза на свои чувства и ощущения. Если вам не нравится человек, с ним некомфортно, есть проблемы какие-то, не пропускайте, пожалуйста, мимо ушей это все. Обращайте, заостряйте на это внимание. Когда кажется, вот золотые слова мои, всегда меня это не подводит. Когда кажется, значит не просто кажется, значит есть повод. У вас с головой все в порядке, прислушивайтесь к своей интуиции. Дай бог, это просто страхи какие-то свои прошлые, и вы остерегаетесь, тревожитесь. Страхи можно развеять, разобраться в них. Но главное не закрыть глаза на тревожность и на опасность, которую ваш мозг, ваша психика вас предупреждает, или ваш там здравый смысл. Пишите ваши комментарии, впечатлены ли истории. История я очень. Надеюсь, эта история будет для многих примером и будет полезна. Под видео у меня всегда в инфобоксе почта. Если вам нужна моя консультация психолога, пишите туда слово «консультация». Мы с вами встретимся в скайпе. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока.